До нас завитала Лена Алексеева, флорист. Витаю вас, доброе утро. Итак, что сегодня будем делать? То, что готовимся к Дню Святого Валентина, это понятно. И я думаю, что-то особенное стоит подготовить для того, чтобы удивить свою вторую половинку. Да, именно так мы сегодня и будем делать. Это будет как бы флористическая корзинка, но по-современному флористический тубус. Сегодня я решила, чтобы мы все делали сами, своими ручками. У нас сегодня полный хендмейт. Да, совершенно верно. Что нам для этого необходимо? Для этого нам надо пойти в три магазина. Если раньше мы ходили все для рукоделия и флористический магазин, то сейчас нам надо забежать в канцелярию. То есть у нас еще третий локация появляется. Да, но это не так распространено, много магазинов, поэтому нам понадобится картон формата А4. Дальше понадобится для украшения либо бабочка, либо бантик. У нас сейчас такая эмблемка наша идет. Эмблемка тоже сделана своими руками. Да, это тоже сделано своими руками. Вы можете делать розочки, что угодно. Есть сейчас глина, которая продается в любом магазине. Ее очень интересно лепить. Также само сюда можно подключить деток. Им это очень нравится. Идет специальная формочка. Вы делаете глимку и получаются такие разные красивые силуэтики. Так, дальше, так как у нас День 100 Валентина, мы добавим это сердечко. Сердце сделано ручной работой. Это просто фетр. Фетр, украшенный лентами, стразинками, бусинками. Все, что вы найдете у себя, либо у своей мамы. Есть у нас. Валентинка, также вы можете оставить. На которой можно оставить свои пожелания. Да, ее можно либо купить в магазине, либо сделать своими же ручками. Понятно. Цветочки. Все цветы мы сегодня выбираем. Сегодня мы выбрали розу, так как День 100 Валентина, это связано с любовью. Роза более гармонирует и ассоциируется с любовью именно розой. Но я смотрю, у нас довольно-таки пестрый букет, потому что несколько вариантов цветов. Так как у нас идет розовая, как бы будет корзиночка, тубус, я решила сделать более ее такой вот романтичной. И сейчас можно играть разными цветами, не обязательно делать все тон. То есть у нас такая будет уже нотка весны. Приближение теплого 8 марта, 23 февраля. Так, и нам понадобится вот такой вот материал. Фатин. Он продается в любом магазине. Итак, Леночка, предлагаю все-таки начать. Потому что ручки уже тянутся к тому, чтобы... Берем такой наш А4 формат, вырезаем его наискось. И у нас получается вот такой вот элементарный стаканчик. Он напоминает как бы семечки. Элементарный кулечек. Довольно-таки интересное украшение кулечка. То есть вот такой кулечек у нас в итоге должен получиться. Сюда мы будем помещать наши цветочки. Совершенно верно. Так же самый наш друг, это флористический оазис. Без него мы никуда не можем деться. Так, я смотрю, вы даже сделали уже небольшой контур. Да, это чтобы было зрителям понятно. Мы просто наискось обрезаем уголочек и потом соединяем. У нас получается легенький такой вот кулечек. И берем наш пистолет и соединяем швы. Угу. Как и раньше. Понятно. Все, взяли оазис, вырезали его кругом. Взяли клееночку, скотчем и в серединку. И помещаем. Но чтобы это было интереснее и современнее, так как сейчас зелени так уж немного, то мы берем фатин. Вырезаем его квадратом. Вставляем серединочку. Это чтобы создать такую романтичность, более современность и что-то новое. Потому что во флористике все чаще начинают совмещать ткани. Это очень считается красиво, элегантно и стильно. Я смотрю, сразу появился небольшой контраст и еще больше праздничного какого-то настроения и даже романтического. Да, у нас такая будет корзинка. Теперь мы помещаем наши бутончики. Да, все как всегда, чем хороша корзинка, это все идет хаотично, мы обрежем. Обрежем? Да. А я так радостно уже. Тубусы, кстати, бывают совершенно разные. Если бы он был длиннее, вы могли бы либо просто даже вставить. Еще есть понятие тубуса безуазисного. Взяли пучок букет, вставили и подарили. И считайте, что и оформление уже готово. Да. Это как бы отойти от стереотипов бумаги, клеенки, поэтому примеряем. То есть первую розочку, вы еще не знаете, какая должна быть у вас, поэтому мы примеряем. Все, вставляем. Есть у нас такая замечательная розочка, уже даже смотрится замечательно. Да, чем хорошо в оазисе, она стоит как бы как корзиночка, вы ее поливаете. Ну, вы когда будете дарить, вы будете знать, как девушке или женщине больше нравится. Либо это корзинка, либо это просто букет. Помещаем в красную розочку. Все довольно хаотично, как вы это видите. Немножко маленьких. Да, они дают такую романтичность свою. Я смотрю, что у нас в нашем токусе есть даже небольшие ручечки. Да, да. Которые дополняют образ корзинки, отбавляют легкой воздушности. Опять же хочу заметить, что помещая вот так в оазис и в небольшие такие емкости, нам не нужно очень большое количество цветов. Да, да, совершенно верно. Если это весна-лето, то вы даже можете выйти себе на дачу, выйти в поле и нарвать большую охапку цветов. То сейчас это чуть-чуть накладно, пойти в флористический магазин и нарвать охапку цветов. Поэтому мы же стараемся для наших зрителей, чтобы это было доступно каждому. Поэтому мы выбираем как бы не сильно большой. Это очень-таки экономичный вариант в период кризиса. Да, но в то же время очень стильно и красиво. Действительно очень красиво и выглядит даже намного лучше, чем обычный букет. Да, и корзинка. Потому что столько уже новшеств и должны зрители уже привыкать. Как бы дай себе посмотреть картон. Это же как-то не то, надо плетеное. Но нет, это очень красиво и стильно. Вот такой стильный пока букетик у нас получается. Довольно-таки серый. Даже мы взяли, в принципе, был небольшой букет, и то у нас роза останется. Да. Можно сделать еще один подарок. Да. Можно маленькие делать для маленькой девочки, дочечки. Тоже поздравить ее с днем влюбленных, показать свою любовь. То есть отцы семейства могут за вот такое небольшое количество роз. Поздравить двух своих дам. Мужчины, держите на заметку. Очень хороший экономичный вариант. Все довольно даже уже готова композиция. Хотя у нас остались еще вот такие замечательные валентиночки. Как бы это красивая корзинка, но здесь нету как бы нотки 100 валентина. Поэтому мы делаем, вставляем. Можно ее чуть-чуть обрезать. И тоже помещаем в нашу корзиночку. Да. Здесь мы пишем свое послание и так же само аккуратненько так прячем, красиво. И вот такая замечательная корзиночка получается у нас в итоге. Да. Которую может повторить абсолютно любой человек, который захочет порадовать свою любимую. Ну что ж, спасибо вам большое, Аленочка. Аленочка, я думаю, что сейчас все мужчины загорелись делать вот такой замечательный подарок. Все спешат в три магазина. Напоминаем, это у нас канцелярский, все для рукоделия и флористический. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое.